МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В двадцатке лучших по качеству жизни барнаульцы неожиданно оценили свой город. Отстраненный глава Каменского района должен по суду выплатить штраф. Этим закончилось судебное дело с руководителем муниципалитета. Кумир подростков и барнаульская звезда тиктока Людмила Брачун собралась искать своего принца в Москве. Двадцатое место из 78 занял барнаул в рейтинге, в котором оценивали качество жизни в том или ином населенном пункте. Причем делали это сами жители. Критериев было несколько. Состояние жилфонда и дорог, общественного транспорта, полиции, развитие образования, культуры, медицины, работа местных властей, а также общая оценка положения дел в городе. В результате барнаул вошел в двадцатку, обойдя Калининград, Нижний Новгород, Владивосток. Кстати, выше всего жители барнаула оценили работу местных властей. По этому критерию краевая столица и вовсе в десятке лучших. А вот хуже всего люди оценили медобслуживание населения. И, кстати, по общей оценке качества жизни, которую сами себе поставили жители краевой столицы, барнаул оказался 46-м, то есть во второй половине списка. Кстати, уровень развития культуры через пару лет должен вырасти еще больше, когда откроют краевой художественный музей. Стало известно, что на его достройку выделят еще 430 миллионов рублей. Это средства из краевого бюджета. Такие данные опубликованы на сайте госзакупок. Там же говорится, что доделать работы должны к июлю 2021 года. К этому сроку подрядчик должен подготовить здание к вводу в эксплуатацию. Напомним, реконструкция объекта началась еще в 2012 году. Тогда за него взялся стройгаз. Компания успела выполнить 70% работы и обанкротилась. Следующим подрядчиком стал сейлф. По новому контракту ему выделили больше 600 миллионов рублей. Если худмузей сдадут в положенный срок, то время его строительства составит почти 10 лет. К другой теме Каменский мировой суд признал виновным отстраненного главу муниципалитета Федора Найдена обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Теперь по решению суда он должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Напомним, что в конце 2018 года Октябрьский суд Барнаула отстранил Найдена от должности главы района на время проведения следственных мероприятий. По версии обвинения, Найден использовал служебное положение и через третьих лиц требовал с руководителей детских садов, чтобы они расторгали договоры о поставке хлеба с одной компанией и заключали их с фермерским хозяйством. Им, к слову, руководит родственник Найдена. А барнаульские депутаты снова ошиблись. Стало известно, что 13 народных избранников допустили нарушения в налоговых декларациях за 2018 год. Это выявила прокуратура. Специально созданная комиссия Гордумы уже рассмотрела эти нарушения и вынесла вердикт. 6 декабря на очередной сессии Городской думы судьбу провинившихся рассмотрят их коллеги. Уже известно, что нарушения признаны несущественными. Правда, для некоторых депутатов это уже рецидив. Так Александр Лисицын фигурирует в декларационном деле второй раз подряд. В прошлом году это едва не стоило ему депутатского мандата, но тогда он отделался предупреждением. Что ждет его сейчас, пока неизвестно. Уголь из Кузбасса в Яровой доставляет в три раза быстрее обычного за полтора дня. В город уже прибыло 30 полувагонов. В ближайшее время в Славгороде ждут еще 32. Скорость выросла после специальной просьбы краевого Минтранса. Теперь полувагоны с углем везут отдельные локомотивы, минуя переработку на сортировочных станциях Инская и Алтайская. Из Славгорода по путям необщего пользования железной дороги местная транспортная компания подает груз сразу на ТЭЦ, сообщает пресс-служба ведомства. Добавим, из-за проблем с подачей тепла 22 ноября в Яровом ввели режим ЧС. И четверо суток пытались поднять градус тепла в квартирах горожан. Сделать это было сложно, в том числе и из-за недостатка сырья. На Алтае откроют два новых мусорных полигона. Один из них запросили власти Ключевского района на участке рядом с поселком Целинный. Для этого земельный участок площади почти в 42 тысячи гектаров вывели из категории земель сельхозназначения. Только планируют выводить из категории земель сельхозназначения еще один участок под Рубцовском. Проект сейчас проходит экспертизу. Там речь идет об участке в 117 тысяч гектаров. И на этом полигоне планируют размещать промышленные отходы Алтай-вагоностроения. А в целом прецедент с выводом земли под полигон был создан в апреле в Первомайском районе. Правда, тогда власти не сообщили жителям о готовящемся у них под боком полигоне, что вызвало возмущение людей. Они даже обращались к губернатору края, но решение осталось в силе. Барнаульская королева тиктока поедет на передачу «Давай поженимся» Людмила Брачун. Известный в определенных кругах блогер. У нее тысячи фанатов по всей стране. Мы встретились с Людмилой, и она рассказала нам о своем идеале. Каким должен быть ее будущий муж, и есть ли у барнаульцев шансы. Яйца-генерал, сердцеедка, многодетная мама, королева тиктока, да, та самая Людмила Брачун. Популярность настигла ее после 30 лет, сейчас Людмиле 36. Ее знает вся страна. Свои видео женщина начала снимать полтора года назад. За спиной развод с мужем. На руках трое детей, перед лицом фронтальная камера. Я вырву твои глаза, чтоб не мог ты смотреть на других. Охота была, ну, платье надела, купила платьишко, что-то под музычку станцевать. Ну, и как бы дочка мне такая предложила, давай, мам, я тебе сейчас на видео сниму. Потом смотрю, какие-то люди начали писать мне, что-то какие-то там, как бы я в шоке была. Бьет, значит, любит, а синяки пустяк. Попу мыть, попу мыть, даже если лень. 16 тысяч подписчиков в Инстаграме, 30 тысяч в ТикТоке. С таким же успехом растет и количество хейтеров Людмилы. При этом ей заказывают рекламу в соцсетях, ее узнают на улице. Барнаульская королева эфира даже устраивает встречи со своими юными подписчиками. Давайте я вам мороженки куплю, раз они дети. Блин, я стесняюсь, конечно. Ну, ничего такого, мы видео снимаем. Женщина, которая исполняет танец Крабика, как ни странно, до сих пор остается завидной невестой. Людмила считает, что в Барнауле уже не осталось нормальных мужчин. Говорит, алкоголиков много. Знаете, вот есть мужчины, вот, и с двумя коттеджами, и с машинами, там, не правда. Ну, что-то они шампанское, там, и все, как бы, все на этом заканчивается. Есть у меня еще никого, с которым в Москве, очень хороший мой, всегда вот любит, меня обожает. Сейчас Людмила Брачон ждет приглашения на передачу «Давай поженимся». С ней уже связались редакторы Первого канала. Блогер не против завязать отношения с депутатом или бизнесменом. И, возможно, скоро Людмила все-таки найдет своего Руслана. Мужчину от 32 до 40 только лет, чтобы был не нищим, чтобы любил детей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. На Алтай начинают готовиться к Новому году. До него, кстати, осталось всего 35 дней, но не все делают это законно. Жители края осудились о том, что он спилил 131 пихту. Инцидент произошел в Черышском районе. По словам прокурора Виталия Попенко, в суде обвиняемый отрицал то, что спилил деревья. Но спутниковая съемка доказала обратное. В итоге суд признал мужчину виновным и взыскал ущерб в размере 95 тысяч рублей. А также назначил штраф в 600 тысяч. Имущество подсудимого в аресте до покошения долгов, сообщает на барнаульских порталах. Так что готовьтесь к главному празднику года правильно. А у меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.